Омск посетила большая риэлторская экспедиция. Две смелые дамы, профессиональные риэлторы, опытные предпринимательницы Яна Лурье и Наталья Моисеева отправились по маршруту из Санкт-Петербурга во Владивосток и обратно. По пути следования они собирают информацию, узнают специфику, подмечают тренды. Появилась миграция среди равнозначных городов, ищут где более комфортное качество жизни. Люди переезжают назад из крупных городов в меньшие, потому что это прям реальный тренд сейчас. Потому что многие работают удаленно, а качество жизни за те же деньги в меньшем городе выше. Такие сделки называют кросс-региональными. И риэлторы Омска о них знают. Поскольку жители нашего города покупают квартиры в Санкт-Петербурге, и Москве, Сочи, и Тюмени, тем ценнее возможность узнать про текущую ситуацию от компетентных экспертов и предложить своим клиентам выгодные варианты. Польза, наверное, очень большая, потому что на локальном рынке работают они с экспертами рынка недвижимости и получают информацию о том, как проводить межрегиональные сделки, в чем плюсы и минусы их, как проводить сделки по купле-продаже объектов недвижимости. Потому что миграция по всей стране очень велика, и сейчас это необходимость. Яна и Наталья решили создать уникальную брошюру с лучшими предложениями по всей стране. Настоящим открытием поездки уже стали арендный рынок квартир в Мурманске, где при средней стоимости двухкомнатной квартиры в 2,5 миллиона рублей ее можно сдать за 35 тысяч рублей в месяц, и доступная ипотека во Владивостоке при ставке всего в полпроцента годовых. Квартира – это все равно всегда инвестиция, даже если вы покупаете для жизни. Мы сегодня пообщаемся с коллегами, и это, собственно, одна из целей нашего путешествия. Чтобы нам живые люди, которые живыми ножками ходят каждый день в квартиры и общаются с людьми, рассказали, о чем происходит-то. Яна Лурье и Наталья Моисеева провели для риэлторов города бесплатный семинар. И вот его главная мысль. Во время пандемии люди стали работать удаленно, и место жизни перестало играть прежнюю важнейшую роль. И тогда приходит в голову мысль, а тебе точно нужно покупать за те деньги, которые стоят однушка в Новой Москве, однушку в Новой Москве? Или тебе за эти деньги нужно купить двухкомнатную квартиру в городе Владимире с балконом размером с террасу, с видом на пойму реки и беленькую церковь внизу? И будешь ты жить ровно в двух часах езды до своего места работы в Москве. В двух часах комфортной езды на скоростном поезде, который идет час сорок, и приходит в центр Москвы. И это перевернуло сознание очень многих людей. И если люди там, вот моего возраста, например, просто сидят теперь с перевернутым сознанием, большей частью, да, потому что оно у них перевернулось, но действовать не так легко. Сделать пока с этим непонятно что. А то люди, например, 25-27 лет перевернули свое сознание и поехали искать, а где за их деньги сейчас можно иметь более высокое качество жизни. Риэлторы умеют экономить время, и новые поколения это ценят. Поэтому Яна и Наталья собирают информацию для молодых клиентов тоже. И да, купить квартиру в одной из столиц все же реально. Рынок недвижимости вообще так устроен, что варианты на нем есть для всех. Вот это вообще особенности рынка недвижимости. Потому что если мы будем иметь в виду сразу все характеристики жилья, то есть и площадь, и тип дома, да, и удобную планировку, и этаж, и локацию, то, играя этими параметрами, мы можем получить абсолютно любую цену. Да, вот можно купить там квартиру в Петербурге за 2 миллиона и абсолютно комфортную. Можно, просто где будет эта часть Петербурга, да, и что мы ею назовем. Лучшие кейсы со всей страны показали омским профессионалам рынка недвижимости, где на Руси жить хорошо, при каких условиях, и как эту информацию конвертировать в прибыль. Евгений Нефанов и Сергей Пайхалов. Антенна 7.